Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мое выступление будет посвящено проблемам медиаобразования и фальшивых медийных новостей. Конечно, ложные новости и иная дезинформация сопровождала жизнь человечества на протяжении веков. Но именно теперь медийные манипуляции приобрели воистину глобальный масштаб. При этом сами по себе ложные сообщения могут создаваться не только с целью политической дезинформации, но и для того, чтобы рассмешить людей карикатурой или шуткой. Вместе с тем можно согласиться, что в век фальшивых новостей и альтернативных фактов, риски и опасности, связанные со злонамеренными действиями отдельных лиц или групп, которые легко распространяют поддельную информацию с помощью социальных сетей и интернета, чтобы обманывать, вызывать эмоциональные переживания или целенаправленно влиять на мнение, взгляды и действия, никогда не были так сильны. Вот почему аудитории любого возраста необходима медиакомпетентность. Многочисленные исследования доказывают, что медиаобразование может дать положительные результаты в том, что касается знаний и навыков, установок в плане анализа и критического осмысления медиа и дезинформации. Вместе с тем не стоит забывать, что создатели дезинформации, группы, проводящие политические кампании с использованием социальных сетей, экстремисты, обладают порой высоким уровнем медиакомпетентности. Поэтому одних лишь медиакомпетенций граждан недостаточно для того, чтобы на демократическом уровне противостоять медийным манипуляциям, необходимо иметь в виду и деятельность медиаагентств и государственных структур. Так или иначе, но именно заострившаяся в последние годы проблема медийных манипуляций вновь привлекла внимание к медиаобразованию. Медийную грамотность и счастье стали связывать с борьбой с фальшивыми новостями, а различные заинтересованные стороны от педагогов, законодательных и медийных агентств пособствовали созданию новых структур и медиаобразовательных программ. Это связывается со следующими причинами. Синтез таких часто разнополярных и противоречивых явлений, как глобализация, экономический кризис, локальные вооруженные конфликты, борьба против терроризма, возникновение новой медийной системы, где доминируют развлекательные шоу, социальные интерактивные сети и фильтры информации, слияние этих факторов – все это усилило эмоциональную составляющую медиа, одновременно серьезно ослабило доверие аудитории к государственным структурам, политическим ценностям, создали повышенный скептицизм к медиа и журналистике. Ряд ученых полагают, что медиаграмотность и медиакомпетентность предусматривают следующие составляющие – умение квалифицированно находить и использовать медийную информацию, а также распространять ценные и полезные медиатексты, включая фильтрацию и управление медийным содержанием. Способность анализировать и оценивать медиатексты с опорой на критическое мышление и понимание их качества, правдивости, достоверности и других компонентов, в том числе с точки зрения потенциальных последствий воздействия на аудиторию. Способность создавать медиатексты с осознанием их цели, аудитории, методов композиции. Применять принципы социальной ответственности, демократической гражданской позиции и этики, собственной идентичности, коммуникации, поведению и медийной деятельности. Разумеется, эти слагаемые медиакомпетентности нужно рассматривать в комплексе, в том числе в рамках тематики, связанной с манипуляционными воздействиями, которые существенно усложнили жизнь современным педагогам, стремящимся донести до своих учеников ценность подлинных фактов, особенно в тех предметных областях, которые издавна использовались как инструмент пропаганды, обществоведения, истории, литературы и т.д. В случае обращения к такой узкой области медиаобразования, как развитие критического мышления относительно медийных манипуляций, резонная опираться на пять следующих принципов преподавания, как знать, во что верить. Не вся информация предназначена для манипуляций. Новости отличаются от большинства других форм информации. Люди склонны видеть, узнать в медиатекстах то, что они хотят видеть и узнать. Дезинформация – это загрязнение окружающей среды. Навыки медийной криминалистики обязательны для аудитории. Однако мы полностью согласны с мнением профессора Дэвида Бекингема. Здесь есть более широкая проблема. На медиаграмотность часто ссылаются в духе самого эффективного рецепта. Когда регулирование средств информации представляется невозможным, медиаграмотность часто рассматривается как приемленный ответ и даже как волшебная панацея на все социальные и психологические проблемы, связанные с медиа. Вас беспокоят насилие, ожирение, наркотики. Медийная грамотность – вот ответ. Пусть учителя с этим разберутся. Этот аргумент четко формулирует медиаграмотность как протекционистское предприятие, своего рода профилактику. Этот взгляд преувеличивает степень влияния медиаграмотности, преувеличивает влияние медиа на молодежь и недооценивает сложность медиаобразования. К примеру, насилие в обществе вызвано не только медийным насилием, и оно не уменьшится, если просто сказать детям, что фильмы дают им неправильные уроки, или запретить телеинтернет-контакты, как предлагают некоторые. Аналогичные аргументы применимы и к фальшивым новостям. Фальшивые новости – симптом гораздо более широких тенденций в мире политики и медиа. Люди, и не только дети, склонны верить в фейки по довольно сложным причинам, и мы не можем заставить их думать иначе, просто поощряя их, проверять факты или критические мысли. Кроме того, в последние годы возникла тенденция понимания медиаграмотности в очень узком спектре составляющих, фактически сводящих медиаграмотность к информационной защите. Так медиаграмотность понимается как способность аудитории к критическому мышлению и анализу манипулятивной пропаганды и ключевой способ противостоять информационной войне, лжи и ненавистническим высказываниям. Это профессор Копелленд считает так. В этом контексте интересно появление на поле медиаобразования новых, ранее совершенно невероятных игроков, например, таких как НАТО. На первый взгляд, медиаобразовательные задачи, которые ставит НАТО перед социумом, выглядят вполне логично. Повышение общей медиаграмотности. Масс-медиа и лидеры общественного мнения могут играть важную роль в информировании общественности, о дезинформационной деятельности в сетевых медиа путем проведения анализа и тактики троллинга, методов манипулирования и т.п. Повышение уровня критического мышления и медийной грамотности населения. Здесь необходимы долгосрочные усилия, направленные на развитие критического мышления и просвещения общественности по вопросам применения медийного оружия, в частности, в интернете. Возможно, руководство об этом. Одним из решений могло бы стать включение в школьные программы знания о медиа и оценке источников в социальных сетях. Это я процитировал документ НАТО 16-го года. Но если прочесть заголовки параграфов этого документа, а именно «Троллинг и военная стратегия России», «Военная стратегия России. Гибридные тролли», «Случаи пророссийского троллинга», «Возможное влияние содержания, генерируемые пророссийскими троллями», «Оценка троллингового воздействия и восприятия русскоязычного общества», то, что в этой книге главное, можно обнаружить, что вся предлагаемая НАТО медиаобразовательная антиманипуляционная деятельность имеет фактически однозначную антироссийскую направленность. Недаром на 106 страницах этой книги слово «Россия» и, как правило, в негативном контексте упоминается 585 раз. Еще одна проблема, на мой взгляд, связана с тем, что опровержение, направленное против медийного манипуляционного воздействия, знакомит с негативной информацией даже ту часть аудитории, которая ранее о ней не знала. В результате может возникнуть ситуация, когда в манипуляционную ложь поверит одна часть аудитории, а опровержение получит другая, тем самым опровержением фальшивок только расширяется круг аудитории. Как ни странно, борьба с фейками затруднена тем, что люди, читающие и распространяющие фейки, не читают сайты, где фейки проверяются, где с ними ведется напряженная борьба. Такие сайты читают только профессионалы. Это могут быть журналисты или, снова-таки, специалисты по борьбе с фейками, которые сами создают другой подобный сайт. С третьей – опровержение ориентировано на первоначальное появление обвинения, то есть это журналистика, которая появляется постфактум, она полностью привязана к информационным действиям противоположной стороны. Это я процитировал мнение профессора Почепцова. Итак, нельзя не признать, что существуют различные педагогические проблемы, связанные с тем, как строить медиаобразовательные занятия на материале медийных манипуляций и фальшивых новостей. Дэвид Бэкингем, на наш взгляд, справедливо полагает, что в интернете оценить надежность и достоверность источников, скорее всего, сложнее, чем в медиатекстах традиционной прессы и телевизии. Хотя опытные медиапедагоги, вероятно, могут справиться и с этой задачей. Однако в этом случае оценка правды и лжи будет зависеть от знания контекста и содержания, а также от формы подачи материала. Это особенно трудно в условиях, когда большинство аудитории, как молодежной, так и взрослой, вряд ли заинтересуется разоблачением ложной политической или социальной информации. Тем более, если они ранее о ней ничего не знают. Профессор Рене Хоббс приводит яркий пример того, как в одной из американских школ учительница английского языка в своей работе использует интернет-корс, разработанный в лаборатории под руководством профессора Рене Хоббс. Данный ресурс включает более тысячи примеров современной медийной пропаганды по темам, связанной с национальной и международной политикой и так далее. Этот сайт предполагает бесплатные планы уроков по изучению медийной манипуляции. Таким образом, школьники впервые узнают определение понятия пропаганды, изучают методы ее используемые, например, вызов сильных эмоций, упрощение информации и идей, обращение к потребностям аудитории, атака на оппонентов, в режиме диалога выполняют творческие задания, учатся распознавать манипуляцию и пропаганду, отфильтровывать качественную информацию и становятся более медиакомпетентными. Итак, если этим полезным антимобуляционным умением можно обучать, то неизбежно возникает вопрос, будут ли такого рода умения применяться за пределами школы. Дэвид Бэкингем пишет по этому поводу так. Сколько людей готовы регулярно оценивать надежность онлайн-источников или перепроверять информацию, особенно в том возрасте, когда есть привычка к мгновенному доступу к ней. К сожалению, даже я редко делаю это и сомневаюсь, что смогу убедить в этом обычного 16-летнего школьника. Кроме того, есть и другая проблема. Не нужно быть полным релятивистом, чтобы признать, что данный факт может быть интерпретирован разными людьми в разных контекстах. Существуют некоторые абсолютные истины и некоторая абсолютная ложь, но между ними есть большая промежуточная зона. Помимо этого, для процесса медиаобразования крайне важно разобраться с тем, почему люди могут легко видеть, казалось бы, фальшивым новостям. И здесь, вероятно, следует признать, что воспринимаемая и оценивая любой медиатекст, аудитория опирается не только на рациональное мышление, но, конечно же, на интуицию, эмоции, латентное желание, предрассудки, фантазии, то есть на весь сложный и неоднозначный комплекс своего жизненного и медийного опыта. А опыт этот может быть, особенно у взрослой аудитории, сложившимся вопреки демократическим идеалам и воззрениям, и расиста, скорее всего, невозможно будет убедить отказаться от своих взглядов с помощью рациональных аргументов и анализа антироссистских медиатекстов. Помимо всего прочего, культивация критического взгляда на социальные процессы и медиакультуру может перерасти в тотальный цинизм, поддержанный теорией заговора, и полное недоверие ко всему и ко всем, особенно к медиям. К примеру, исследование фонда Найта показало, что число американцев, теряющих медиа, риско сократилось. 66% опрошенных считают, что большинство новостей не отделяют фактов от мнений, 43% относятся к медийным новостям негативно, 33% позитивно, 23% нейтрально, а по шкале доверия медиа, состоящей из нескольких пунктов и имеющей оценки от 0 до 100 баллов, средний показатель американца составляет всего 37 баллов. Это данные опроса 2018 года. Комиссия по фальшивым новостям и критической грамотности в школах установила, что только 2% детей и молодежи в Великобритании обладают критическими навыками грамотности, необходимой для того, чтобы рассказать, является ли новостной репортаж реальным или фальшивым. Поддельные новости порождают культуру страха и неопределенности среди молодежи. Половина детей обеспокоены тем, что им не удастся заметить фальшивые новости, и почти две трети учителей считают, что фальшивые новости пагубно сказываются на благополучии детей, повышая уровень тревоги, снижая самооценку, искажая их мировоззрение. Распространение поддельных новостей онлайн заставляет детей меньше доверять этим новостям, в то время как половина детей старшего возраста получают новости из веб-сайтов и социальных сетей. И только четверть детей фактически доверяют новостным онлайн-источникам. Регулируемые источники новостей, такие как телевидение и радио, остаются наиболее использованы и наиболее убедительными для аудитории. Дети чаще всего разговаривают со своей семьей и друзьями о фальшивых новостях и реже говорят об этом со своими учителями. Однако 98% учителей считают, что они несут наибольшую ответственность за помощь детям в развитии навыков грамотности, необходимых для выявления фальшивых новостей. Дети с самым низким навыком медиаграмотности из неблагополучных семей с наименьшей вероятностью могут заметить фальшивые новости. Половина учителей считает, что учебная программа не вооружает детей навыком грамотности, необходимой для выявления фальшивых новостей, а треть полагает, что важнейшие навыки грамотности, которые преподаются в школах, не могут быть перенесены в реальный мир. По результатам качественного социологического исследования, проведенном профессором Писаревской в феврале 2015 года с людьми, о чьих социально-политических предпочтениях было заранее известно, были отмечены четыре стратегии поведения и восприятия новостей. Воспринимать и встраивать свою картину мира только факты из новостей, которые соответствуют социально-политическим предпочтениям человека и поэтому считаются достоверными. Не доверять новостям и медиа в принципе. Изучать новости из различных источников, чтобы получить срез различных точек зрения и только потом сформировать свою собственную точку зрения или собственное мнение. Попытаться отделить новостные факты от мнений и доверять только фактам. Однако при отсутствии четкого разделения между журналистикой мнений и журналистикой фактов это сложно сделать. Этому препятствует сама размытость понятия факта. При наличии современных средств в интернете легко найти свидетельства очевидцев, которые не могут обладать полнотой картины, а фото-видеоматериалы можно легко подделать и перемонтировать. На сегодняшний день медиапедагогами предлагаются следующие практические направления учебной работы с новостной медийной информацией. Установить четкие принципы построения медиа-образовательной программы. Создавать увлекательный для аудитории модульный учебный план. Подобрать яркие материалы, включающие в себя примеры новостной информации, в том числе манипулятивного свойства. Разработать ряд оценочных вопросов и интерактивных задач относительно тематики каждого занятия. Создать количественные и качественные инструменты оценки медиакомпетентности аудитории. Подходить к учащимся не только как потребителям, но и как создателям медиатекстов. Привлекать новостные агентства в качестве образовательных партнеров. Сотрудничать с журналистами, в том числе привлекая их на медиа-образовательные курсы. Научить аудиторию ценить стандарты качества журналистики. На основании анализа различных источников Писаревская выделила следующие рекомендации по определению достоверности новостей в прессе и интернете. В первоисточнике данные в статье присутствует ли новость на исходном сайте, либо ее уже убрали, так как она была недостоверна. Есть ли новость на других популярных новостных сайтах? Если ее там нет, это не обязательно означает, что публикуется фейк. Возможно, более популярные ресурсы просто не успели ее опубликовать. Но нужно все равно изучать дальнейшее распространение этой новости. Нужно проверить репутацию издания, репутацию автора. Публиковали ли они фейки раньше. Географическое положение автора. Выходные данные издательства. Фото и видео. Как они подаются. Не появлялись раньше в сети. Не обработаны ли в фотошопе каким-то другим техническим способом. Соответствие заголовка содержанию новости. Ссылки на анонимный авторитет, который используется для большей убедительности. Нет ли манипуляции в воздействии на эмоции? Не стремится ли автор выдать мнение и эмоции за факты и создать определенное эмоциональное впечатление от статьи аудитории? Каково обращение автора с цитатами, косвенной речи? Не оскажается ли она тем, что помещена в другой контекст или неверно пересказана? Соответствуют ли упомянутые в статье количественные данные правилам статистической подачи информации? Исходя из упомянутого нами, можно согласиться с тем, что структура и концептуальные особенности проверки фактов факт-чекинга в медиаобразовании аудитории должны быть направлены на максимальное исключение субъективной интерпретации информации, предотвращение манипулирования доказательной базы, исключение предвзятости при построении вывода, предотвращение обвинений в ингажерности. Однако на практике это зачастую может быть нарушено самими медиапедагогами. К примеру, авторы учебного пособия для учителей «Медиаграмотность и критическое мышление на уроках общества знания» поначалу резонно утверждают, чтобы сформулировать объективное мнение, стоит проанализировать исторические факты, собрать как можно правдивой больше информации, отчеты, фотографии, дневники, все это проверять с помощью научных статей, таблиц и данных. Но однако эти же самые авторы переходят к конкретному примеру анализа информации и словно забывают об основных принципах проверки и интерпретации фактов медиатекста. Итак, в учебном пособии «Медиаграмотность и критическое мышление на уроках общества знания», изданное в Киеве в 2016 году, учащимся предлагается учебное задание исследовать, насколько оправданы по отношению к лидеру украинского националистического движения Бандыри следующие характеристики «Террорист», «Коллаборационист», «Авторитарный лидер», «Раскольник» и только символ. И здесь, вместо того, чтобы сопоставить различные источники и точки зрения, мнения авторитетных историков и архивистов, изучить труды самого Бандеры, авторы учебного пособия предлагают учащимся только один вариант – чтение статьи бывшего директора Государственного архива Службы безопасности Украины под названием «Бандера. Старый и новый миф». На основании этой именно работы, очень ангажированной, аудитория должна дать ответы на такого рода вопросы – как и почему создавался миф, кому это выгодно, какие методы использовал автор для развенчания мифа, какие методы еще можно использовать. Опираясь на адаптированный нами цикл медиаобразовательных занятий, проверим, насколько статья, упомянутая выше автора Ветровича, отвечает критериям сбалансированной проверки фактов. Итак, кто является целевой аудиторией для медиатекста? Из текста Ветровича, опубликованного на украинском языке, ясно, что в первую очередь рассчитан на жителей Украины, хотя в сети существуют переводы данной статьи и на русский язык. Позволяет ли данный медиатекст сделать определенные выводы? Да, позволяют, и авторы учебного пособия это делают, утверждая в полном соответствии со взглядами Ветровича, что на практике увидели, как формируется негативный образ одного из символов украинской освободительной борьбы и возникают существенные мифы. Какие эмоции вызывает этот медиатекст? Текст Ветровича, несомненно, направлен на то, чтобы вызвать у аудитории положительные эмоции по отношению к Бандере. И Ветрович пишет, казалось бы, что все понятно, и нет ни одного народа, который мог бы отказаться от такого героя. Однако еще часто у украинских авторов относительно Бандеры не хватает отваги сделать вывод из этих фактов. Но убежден, что наступит момент, когда авторы и читатели, и все украинцы найдут в себе достаточно силы назвать героя героем. И он станет символом того, что украинцам не нужно оглядываться на кого-то, формулируя свои взгляды на прошлое и видение будущего. Упустил ли этот медиатекст какую-то точку зрения? В своей статье Ветрович приводит мнение, правда без всяких конкретных ссылок на какие-то авторитетные источники, идеологически расходящиеся с его взглядами, однако используя манипуляционный метод подтасовки карт, утрирует, резко упрощает тезисы своих анонимных оппонентов, подверстывая их под свои заранее подготовленные политически ангажированные ответы. Какие точки зрения в данном медиатексте отсутствовали? По причине анонимности мнения оппонента в статье Ветровича отсутствуют точки зрения авторитетных историков и архивистов. В силе имена должностных лиц данные цитаты мнения в данном медиатексте имеют четкие ссылки. В статье Ветровича нет ни одной цитаты, данные не подкреплены никакими ссылками на архивные документы и на авторитетные источники исследования. Соответствуют ли содержанию медиатекста изображения, статистика и символы? В статье Ветровича нет ни изображения, ни статистики, а словесные символы хорошо коррелируются с его ангажированным содержанием. Название данного текста нейтрально вызывает эмоциональную реакцию, затрудняясь ответить и так далее. Название статьи на первый взгляд может показаться нейтральным, однако с самого начала ее чтения обнаруживается явно расчет автора на эмоциональную реакцию аудитории. Автор медиатекста имеет предвзятую позицию или его позиция нейтральная. Из текста статьи очевидно, что автор имеет предвзятую пробандеровскую идеологическую позицию. Факты в данном медиатексте отделены ли они от мнений? Факты в статье не отделены от его мнения и поданы отчетливо в манипуляционном ключе. Сбалансирован ли данный медиатекст с точки зрения мнений, ссылок и источников? Статья далеко от баланса, автор приводит только удобные для него точки зрения, при этом они анонимны и подаются без ссылок на какие-то исторические источники. Насколько достоверны заявления экспертов, приведенных в данном медиатексте? В статье не приведено ни одного авторитетного мнения эксперта. Что касается самого автора, то в силу его явной ангажированности и манипулятивности, мнение этого автора не заслуживает никакого доверия. Есть ли в данном медиатексте крючок для аудитории? Да, конечно, крючок есть для привлечения внимания аудитории. Он уже заложен автором вовведения. Юбилейные даты возвращают к жизни старые советские клише, но в случае с Бандерой к этим штампам добавляются и новые стереотипы. И дальше он пытается опять-таки обелить Бандеру. Упоминаются ли в данном медиатексте многочисленные политические деятели? Нет, не упоминаются, кроме самого Бандеры практически. Сосредоточен ли данный медиатекст на достижениях деятельности одного человека? Да. Подкреплена ли фактами точка зрения авторов? Факты в статье Ветровича подаются только через призму его мнений, без ссылок на авторитетные источники и архивные материалы. Таким образом, ангажированный и предвзятый текст Ветровича, по описанным высшим причинам, не может считаться сбалансированным. И выглядит правдоподобной только для аудитории, не способной критической оценке манипуляционных приемов, используемых автором, и априори имеющих пробандеровские взгляды. И хотя авторы учебного пособия вполне здраво пишут, что когда мы говорим о выдающейся-то исторической личности, важной для определенного народа, нации, страны, то не стоит бездумно доверять медиа, как из стран, стремящихся нивелировать значение этой фигуры, так и тех, кто призывает только к поклонению, но сами авторы учебного пособия на практике действуют вопреки своим же советам, и, как мы доказали выше, фактически принуждают учащихся принять одну единственную ангажированную точку зрения. Таким образом, мы выявили еще одну проблему медиаобразования, связанного с разоблачением фальшивой информации, политическую ангажированность самих медиапедагогов, которые на деле могут не только бороться с ложными медиатекстами, но и способствовать распространению ложных медиатекстов и их пропаганде среди массовой аудитории. Ну что ж, выводы. Итак, доказано, что инициативы повышения медийной грамотности, в том числе и образовательные программы с участием журналистов, снижают уязвимость аудитории к медийным манипуляциям и дезинформации. Развитие критического мышления и аналитических навыков – это ключевой компонент успешной образовательной деятельности. Медиа-компетентная аудитория с большей вероятностью выявит дезинформацию, что позволяет надеяться на эффективность медиаобразовательных программ. Интересно, что некоторые исследования предполагают популяризировать медиаобразование с помощью внедрения его элементов в телевизионные ток-шоу, которые обсуждают актуальные вопросы. Однако при всем том, медиаграмотность не может рассматриваться как панацея. Медиаграмотность – это всего лишь часть сложной медийной информационной среды. Речь идет не просто об ответственности человека за проверку информации, но и о том, как государство может спонсировать дезинформацию, влиять на информацию, которую мы видим и с которой мы взаимодействуем. В какой степени медиаобразование может бороться с проблемой новостной среды – это открытый вопрос. Является ли отрицание изменения климата проблемой медиаграмотности? Может ли медиаобразование бороться с намеренно непрозрачной системой новостей в соцсетях или намеренными компаниями дезинформации? Крайне важно изучить обещания и пределы медиаобразования, прежде чем использовать его в качестве противодействия дезинформации и медийным манипуляциям. Вот почему так важны следующие вопросы. Может ли медиаобразование быть успешным в подготовке аудитории к контактам с поддельными медиатекстами? На какие группы населения нужно ориентироваться медиапедагогам? Какие новые медиаобразовательные инициативы надо развивать? Каким образом медиаобразовательные программы медийной грамотности помогут людям понять, что часто они преувеличивают свои умения оценивать ложные медиатексты? Может ли проверка фактов в новостных медиатекстах целесообразной в ежедневных контактах человека с медиа? Каким образом аудитория, приверженная дезинформации и пропаганде, может использовать и сеять недоверие к медиа и создавать враждебные медиатексты? Каким образом политически ангажированные медиапедагоги могут способствовать пропаганде фальшивых идеологически предвзятых медиатекстов среди массовой аудитории? Вот почему только если каждый человек с помощью медиапедагога или самостоятельно будет изучать ключевые концепции медиаобразования, например, репрезентацию, аудиторию, диалогию, и развивать сбалансированное и неангажированное аналитическое мышление по отношению к современным медиатекстам, включая новости, можно будет избежать как ложной бинарности, так и опасности недоверия ко всем медиам. Кроме того, мы согласны с профессором Бакенгемом в том, что пока развитие медиакомпетенции человека, к сожалению, не поддерживается руководством медийных агентств, которые нередко далеки от желания подлинного информирования граждан и продвижения демократии. Заявляя о том, что в условиях свободного экономического рынка регулирование медиа невозможно, а фальшивая информация, помимо всего прочего, часто приносит финансовую прибыль, медийные агентства возлагают всю ответственность за контакты с медиатекстами на индивидуального потребителя. Такой подход может служить основой для государственного регулирования медиа и правительственных заявлений о поддержке медиаобразования, которые, увы, часто так и остаются только заявлениями. В любом случае педагогических подходов медиаобразования недостаточно. Нужна осознанная стратегия реформирования медийной сферы. Кроме того, надо еще учитывать и разновекторную деятельность интернет-авторов, не входящих ни в какие медийные корпорации. В данном случае мы полностью согласны с Марк Догглом в том, что вместо того, чтобы разрабатывать оценочные шкалы медиакомпетентности, медиаобразование должно научить аудиторию на практике применять разработки медийных исследований и медиапедагогов в отношении современной медиасферы. Медиаобразование должно основываться на динамичных интерактивных подходах и сотрудничестве деятелей образования и медиакультуры. А к традиционным медиаобразовательным тимам следует добавить практические упражнения по анализу соцсетей и интернетной информации, в частности относительно коммерческой и политической эксплуатации и манипуляционных воздействий. Спасибо за внимание.